Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнор Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Будущий собственник предприятий Артеллор Митал Тимиртау должен будет вложить не менее 3 миллиардов долларов в обновление производства. Глава правительства Алихан Смаилов рассказал о работе по возвращении компании. Эпидемиологическая ситуация по коре в Карагандинской области остается сложной. Обстановка характеризуется высокой регистрацией корей среди детей в возрасте до 5 лет. Методист отдела образования Караганды Сабит Исмаилов стал победителем областного конкурса «Лучший методист». В этом году конкурс профессионального мастерства прошел уже во второй раз. Все виновные в аварии на шахте имени Костенко Артеллор Митал Тимиртау понесут заслуженное наказание. В ходе брифинга после пленарного заседания Мажелиса премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов озвучил планы по дальнейшей деятельности компании. Глава правительства напомнил, что в настоящее время проводятся сразу два расследования по факту гибели шахтеров на предприятии. Еще в ноябре прошлого года была трагедия, также четыре шахтера погибли. По ним все расследования уже завершены и материалы сейчас находятся на ознакомлении у ответчиков и в ближайшее время будут переданы в суд. В августе месяце также была трагедия, пять шахтеров погибли. Сейчас проводятся эти расследования, они еще не завершены. И по последнему факту также будут проведены всесторонние расследования с привлечением всех виновных лиц к ответственности. Что касается чиновников, они в том числе тоже будут находиться в периметре расследования. По словам премьер-министра, задача правительства в ближайшее время обеспечить возврат этой компании в Республику Казахстан, обеспечить сохранение заработных плат и рабочих мест на предприятиях, выполнение всех социальных обязательств. Он также добавил, что в соответствии с предварительным заключением по передаче компании, в настоящее время нельзя разглашать подробности. В соответствии с предварительным соглашением по условиям передачи компании в Республику Казахстан, мы сейчас не можем разглашать подробности этого соглашения. Все подробности будут вам доведены после того, как мы завершим эту сделку. Это будет в течение буквально одного месяца. По предварительному соглашению мы должны завершить все юридические процедуры по передаче до 30 ноября, после чего вам вся информация будет доступна. В заключении премьер-министр отметил, что у государства нет планов становиться собственником предприятия Арселор Миттал Тимиртау и вкладывать в него бюджетные средства. Но и привлекать иностранного инвестора правительство тоже не намерено. Мы должны привлечь частного инвестора. И инвестор должен вложить минимум 3 миллиарда долларов в ближайшие три года. И причем как минимум 1,3 миллиарда долларов он должен уже вкладывать сразу, потому что нынешняя ситуация на предприятии требует незамедлительного решения вопросов промышленной безопасности, безопасности труда, модернизации всего оборудования. Рассказал Алихан Смаилов и о досрочном выходе на пенсии работников, занятых во вредных условиях. По поручению главы государства разработаны законодательные поправки по введению специальных социальных выплат. Те лица, которые работали продолжительное время во вредных условиях труда, должны иметь возможность в 55 лет из этих вредных условий труда выйти с получением соответствующих социальных специальных выплат. Эти выплаты будут шляться из четырех источников, из республиканского бюджета, из единого накопительного пенсионного фонда, из страховых выплат, то есть страховые компании и самого работодателя. А после достижения уже пенсионного возраста они будут получать общеустановленную пенсию, в которую входят как накопленные деньги в пенсионном фонде, так и базовую пенсию и солидарную пенсию. Таким образом, после 55 лет шахтеры будут получать специальные социальные выплаты и при желании смогут устроиться на другую работу, не связанную с вредными условиями труда. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении у депутатов Мажелиса. Далее о происшествиях. Сегодня утром в районе рынка ШГС автобус насмерть сбил 45-летнего пешехода. Об этом сообщает прислужба областного департамента полиции. За рулем автобуса находился 39-летний водитель. На момент происшествия в салоне находилось 15 пассажиров. Среди них пострадавших нет. Уважаемые водители, просим вас соблюдать правила дорожного движения и не повышать городской режим. И в продолжение темы. Казахстанцы активно делятся в пабликах и социальных сетях видео, где дети перебегают через дорогу прямо перед автомобилями. По правилам игры побеждает тот, кто остается жив. Несмотря на многочисленные видео, Министерство внутренних дел не могут назвать ни одного случая, когда дети откровенно признали, что играли в игру со страшным названием. Беги или умри. На сегодняшний день в нашей стране таких фактов не зарегистрировано. Тем не менее, за 9 месяцев текущего года по стране допущено свыше 2500 ДТП с участием несовершеннолетних, где погибло более 200 детей и порядка 3000 травмированы. Дети являлись пассажирами или пешеходами. Министерство внутренних дел призывает обезопасить наших маленьких участников дорожного движения от таких беспечных поступков и призвать всех к соблюдению правил дорожного движения. На складах Карагандинской области достаточно угля. Такое заявление сделали в Управлении промышленности. Поводом послужили слухи о том, что в регионе закончился уголь. Сегодня твердое топливо жителям реализует 55 точек продажи. Шубар-Коль-Кумыр на область ежедневно отгружают по 35 вагонов. На основной точке реализации угля в районе ХМК ежедневно загружается порядка 120 автомашин. Находимся в адресу Перещагина-1. Мотив, добрый, пупик, пуду, дом, адресу. Для жилорусных, для достаточно бравильного, для 2000 дар. На запасе ежедневно данный запас отгружается. Видимо, стима-голазо, на череде, угля в районе ХМК. Перед Караганда, угольный склад в районе ХМК. Очередь отсутствует. Отгрузка ведется в штатном режиме. К другим новостям. Эпидемиологическая ситуация по коре в Карагандинской области остается сложной. Обстановка характеризуется высокой регистрацией корей среди детей в возрасте до 5 лет. В Управлении здравоохранения отмечают, что заболеваемость регистрируется за счет непривитых детей. Осложнение эпидемиологической ситуации по коре отмечается с июля, когда по первичным экстренным извещениям зарегистрировано 35 случаев. На сегодня в Карагандинской области с подозрением на корь зарегистрировано 134 случая. Из них лабораторно подтверждено свыше 100. Только за последние 7 дней медики выявили 12 новых больных. Большое количество, практически 80% это болеют дети. Дети именно школьного возраста, так как находятся в закрытых помещениях. Как я уже отметил, если отсутствует иммунитет, то риск заболеть очень высока. После перенесенного заболевания корей у детей в течение 2-3 лет ослабевает иммунитет, что способствует заражению и инфицированию другими заболеваниями в том числе. Единственная возможность избежать тяжелого течения болезни – это вакцинация. Но до сих пор многие родители отказываются прививать своих детей. О важности вакцинации в целом во всех поликлиниках у нас проводится санитарно-просветительная работа. В частности, это и индивидуальные беседы, и у нас выходят в общеобразовательные школы, проводят лекции, семинары. Это и педиатры, и врачи общей практики, и инфекционисты с привлечением узких специалистов, а также медицинские сестры, которые у нас работают, которые имеются в общеобразовательных школах. О важностях вакцинации и в социальных сетях, и в мониторах, и во всех медицинских организациях. При входе имеются плакаты, брошюры, где указано, что важность вакцинации в целом, она очень, она способствует на защиту организма и во избежание тяжелых последствий заболевания. Эксперты отмечают, что эффективного и специфического метода лечения кори нет. Единственной надежной защитой от заболевания является вакцинация. В каждом регионе Казахстана появятся уполномоченные по защите прав потребителей. В республике готовятся изменения в закон о защите прав потребителей. Поправки должны существенно улучшить положение и стать настоящей защитой граждан. Министерство торговли и интеграции на постоянной основе отслеживает потребительское настроение. По итогам прошлого года, по результатам социологического опроса, чаще всего респонденты сталкивались с проблемой несоблюдения сроков годности и норм хранения продуктов питания. 31% опрошенных. 24% опрошенных ненавольны качеством товаров. Их больше всего в нашей столице, и Акчубинской, и нашей Карагандинской области. 19%, чуть более 19% жалуются на отсутствие требуемой по закону информации о продуктах питания. Об этом сообщают респонденты, проживающие в Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Туркестанской областях. Следует отметить, что повышение эффективности защиты прав потребителей зависит не только от деятельности ГУС-органов, но и неправительственных институтов защиты прав потребителей. Именно они являются главным защитником от засилия некачественных инфортных товаров на отечественном рынке в условиях действующего моратория. Сегодня в стране действует четырехступенчатая система защиты прав потребителей. Граждане сначала должны обратиться к предпринимателю напрямую. В случае, если конфликт не урегулирован, потребитель может обратиться в суд. Новые поправки в законодательство призваны упростить процедуру. Законопроектам предлагается исключить нелогическую и обязательную последовательность, которая не соответствует положению Конституции на безусловную судебную защиту. При принятии данных поправок у потребителя будет свободный выбор способов защиты своих прав и напрямую подать иск в суд или при наличии состава административного правонарушения в госорган для привлечения к ответственности по Кодексу административных правонарушений. Кроме того, будет создан Институт омбудсменов, специальных уполномоченных по правам потребителей. Основными его функциями будет рассмотрение жалоб потребителей, консультирование, координация общественных институтов защиты прав потребителей, участие в разработке проектов нормативно-правовых актов, формирование ежегодного доклада о состоянии дел в сфере защиты прав потребителей, также защита прав потребителей неопределенного круга лиц в суде. Спикеры также отметили, что действующий закон о защите прав потребителей не защищает права граждан в финансовой, социальной, медицинской, туристической сферах. Новые поправки должны устранить эти пробелы. Сегодня изменения обсуждаются в парламенте. Продолжаем выпуск. Детям села Шалкар подарили современную игровую площадку. Этому долгожданному событию была рада не только местные детвора, но и родители. В праздничном мероприятии принимала участие призер чемпионата мира по самбо, уроженка сельского округа Ажар-Салыкова. Жители из села Шалкар гордятся достижениями своей землячки Ажар-Салыковой. Она серебряный и бронзовый призер чемпионата мира по самбо, чемпионка Азии, обладательница Кубка мира. Девушка порадовалась тому, что на ее малой родине появилось место, где дети, чувствуя заботу взрослых, могут беззаботно играть и радоваться жизни. В первую очередь хочу выразить свою благодарность своим соотечественникам, своему аулу, что они меня с такой честью встретили, вручили мне ответственный момент открытия нашу детскую площадку. И встречали меня вот как батыра. Мне очень приятно. Большое спасибо всем, кто причастен к этому мероприятию. Я очень рада. Сегодня Ажар пробует себя в другом виде спорта – джиу-джитсу. Я первая девушка-казашка с Казахстана, которая выиграла этот Кубок мира. Для меня это большая честь. Спасибо большое. И еще сейчас попробовала себя в новом виде спорта – джиу-джитсу. Боролась по джиу-джитсу, стала бронзовым призером чемпионата Азии и участвовала на 19-х азиатских играх. Там, к сожалению, не получилось медальку завоевать, но для меня была тоже огромная честь даже побыть на этих соревнованиях. Современная и красивая детская площадка построена на средства районного бюджета. Все конструкции выполнены из качественных и безопасных материалов. Сегодня встречали многократную чемпионку Кубка мира по джиу-джитсу, по самбо Ажар Салыкову. Мы ее сегодня встречали, чествовали жителями села Шалкар. Также ко дню Республики и ко дню ее приезда в село мы открыли сегодня спортивную площадку и детскую площадку. После торжественного открытия в сельском клубе состоялась встреча чемпионки с жителями села и молодежью. Методист отдела образования Караганды Сабит Исмаилов стал победителем областного конкурса «Лучший методист». В профессиональном мастерстве соревновались методисты учебных заведений. В этом году конкурс прошел уже во второй раз. Единая воспитательная программа, ценности и ее реализация. Именно так называется проект, который сегодня реализуется в учебных заведениях Карагандинской области. В рамках этого проекта второй раз за год прошел конкурс «Лучший методист». Здесь сегодня мы открываем новую эпоху нашего развития образования Карагандинской области. Что это такое? Мы сейчас не просто всегда смотрели, как наши преподаватели, учителя преподают, какими инновационными идеями они владели. Сегодня мы хотим посмотреть на наших наставников, именно на них, чем они богаты, о чем они думают, чего они хотят вообще в нашем образовании Казахстане. В первой части конкурса была организована выставка. На ней представлены методические продукты, квесты, выставка рисунков. К примеру, национальная игра «Ханталапай» в современной обработке, дополненная кинезиологическими упражнениями. Были показаны физические эксперименты для 7-9 классов на основе физики и 3D-программы. Во второй части состоялся непосредственно конкурс. Третье место в нем занял методист отдела образования Каркаролинского района Николай Смолин. Хотел бы рассказать, поделиться с вами методической графикой. Он называется «Играброзбергемус». То есть через определенные игры, эстафеты мы направляем цель этого проекта, привить детям любовь к национальному миру и национальной традиции казахского мира. Победителем стал методист отдела образования Караганды Сабит Исмайлов. На втором месте участница из Шахтинска – Галина Адамбекова. Кроме того, были вручены призы победителям в различных номинациях. Лучшее домашнее задание, лучшая авторская программа, а также приз зрительских симпатий. Далее о спорте. Торпеда прервала победную серию «Сарарки». Карагандинская ледовая дружина продолжает домашние игры. Вчера, 1 ноября, «Сарарка» провела первую игру с узкоминогорской командой. Итог матча – 3-6 победа «Торпеда». Торпеда переиграла «Сарарку» и прервала пятиматчевую победную серию карагандинцев. В первом периоде команды обменялись голами. Игра проходила в относительно равной борьбе. Но вот во второй и третий матча торпедовцы вышли вперед. Звездный «Орел» Данил Апальков восстановил равновесие, а затем Глеб Зайцев сделал счет 3-2. Но вскоре гости забросили третью шайбу, мастерски реализовав выход 1 на 1 с вратарем. Затем нападающий «Торпеда» добил шайбу в ворота с пятака, а следом другой игрок завершил выход 2 в 1. В заключительном периоде гости отметили с еще одной заброшенной шайбой. 3-6 – уверенная победа «Торпеда». Много разговаривали, тренера нам говорили, что будет непросто. Мы вроде вышли заряженными. Все, начало было неплохое, потом череда ошибок. Обидное такое поражение сегодня. Много чего не получалось. Так что извиняемся перед болельщиками за такую игру. Завтра выйдем с другим настроем, завтра все разберем и выйдем с другой командой. Проиграли команды, все виноваты, все вместе проиграли. Хорошая продуктивная игра, да, где-то ошиблись, соперник нас наказал, но хорошо, когда хорошо все заканчивается. Выиграли игру и готовимся дальше. Спасибо нашим болельщикам, да, мы слышали, у нас приехали болельщики поддержать нас. Мы очень рады всегда видеть наших болельщиков именно на трибуне. И огромный привет болельщикам Караганды. Они остаются такими же классными, какие были в те времена. На 2 ноября запланирована повторная игра с «Торпеда». Затем, после небольшого перерыва, карагандинская сарарка отправится на выезд. 9 и 10 ноября в Кукшетау, где встретятся с местным клубом «Орлан». Бронзовую медаль на всемирных боевых играх завоевал карагандинец Руслан Степанов. Соревнования прошли в городе Эр-Риад в Саудовской Аравии. В них участвовали 1500 спортсменов из более 80 стран мира. В программе игр 16 видов спорта. Айкидо, армрестлинг, бокс, фехтование, дзюдо, джиу-джитсу, карате, кендо, кикбоксинг, муай-тай, самбо, савате, сумо, тейквондо, борьба и ушу. Карагандинец Руслан Степанов стал участником этого грандиозного первенства и занял третье место в кикбоксинге весовой категории 81 килограмм. Всего завоевано 954 медали. Сборная Украины возглавила медальный зачет. За ней Саудовская Аравия и третье место у Казахстана. Паралимпийцы и специальные спортсмены соревновались вместе со своими трудоспособными соотечественниками в одних и тех же национальных командах. Причем все результаты засчитывались в единую таблицу медалей. Хозяина следующих всемирных игр боевых искусств, который состоится в 2025 году, должна объявить в начале следующего года. История всемирных игр началась в 2010 году. Первые соревнования прошли в Пекине и определили лучших бойцов в 13 видах спорта. Тогда Казахстан представляли 45 спортсменов в 9 видах. Они завоевали одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Полный выпуск новостей вы можете посмотреть на официальном сайте канала в социальных сетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова